Ремонт магистралей, мостов и реконструкцию важных для Республики объектов дорожной отрасли обсудили сегодня по видеоконференц-связи в Рио главы Чуваши Олег Николаев и министр транспорта России Евгений Дитрих. Ключевыми стали сразу несколько тем. Реконструкция воздушных ворот Чебоксар должна начаться через два месяца. Обновят аэропортовый комплекс и аэродром. Необходимо построить третью взлетную полосу и перроны. Но финансирование на вторую часть проекта пока не выделено. Запущена достаточно большая работа по реконструкции аэропорта. То есть разработана проектно-сметная документация по реконструкции самого аэропортового комплекса. За счет чего будет доступна пропускаемость аэропорта до 200 человек в час. И все работы также ведутся в плановом режиме. То есть на сегодняшний день проектно-сметная документация она готова, находится в экспертизе. Очень плотно работаем со всеми органами надзора. Минструю Чуваши необходимо внести изменения в технико-экономическое обоснование ремонта летного поля, чтобы получить недостающие средства. Сейчас аэропорт может одновременно принять два самолета. После реконструкции сможет до трех. Класса Боинг Б-737 или аэробус А-321. Работы должны завершиться уже к следующему году. На 53 объектах в республике идет ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На все выделено более 2,5 миллиардов рублей. В том числе субсидии федерального бюджета 820 миллионов. За счет этих средств отремонтируют 72 километра дорог и три моста. Построят наружное освещение на 32 километрах. Те самые дополнительные линии освещения по трассам, которые строятся, сегодня это как раз склад на безопасность, поскольку мы знаем, что значительная часть дорожных транспортных происшествий происходит в населенных пунктах. Огромное количество наездных и пешеходов сегодня существует. И статистика ГАИ России показывает, что это сегодня один из основных проблем, вопросов, которые приходится решать. Олег Николаев обсудил с Евгением Дитрихом и ближайшую перспективу начала строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, которое напрямую соединит северо-западный, юго-западный и новоюжные районы. На протяжении 7 километров должны построить три моста, один путепровод. Стоимость около 21 миллиарда рублей. Проект уже есть. Была обозначена даже первоначальная дата начала – 2022 год. Но хотелось бы начать пораньше, сказал в Рио главы. Это кольцо значительно разгрузит основные магистрали столицы и повысит безопасность дорожного движения. Это одна из целей национального проекта. Татьяна Трофимова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика.